История с погоней в рейде началась на перекрестке московский Столиваров. Водитель автомобиля Volkswagen мирно стоял на светофоре и уж, конечно, не думал, что станет участником аварии. Сзади подъехал хлоп и все. Он отъехал. Давайте договоримся. Увидеть инспектора в ДПС виновник аварии не пожелал, поэтому по-своему решил разобраться с происшествием. А именно попросту удрать. На него немедленно передали ориентировку всем экипажам. Автомобиль заметили в городе. На требовании остановиться водитель не подчинился и стал бодро уходить от преследования. Задержали автомобиль в гаражах на фонере. Водитель до последнего пытался избежать наказания. Изначально этот автомобиль, когда был остановлен, к нему подошел инспектор, открыл дверь. Водитель попытался с места скрыться. То есть инспектора чуть под колеса за собой не утащил. Чуть не забил инспектора. Затем, по словам инспекторов, за руль сел пассажир и тоже пытался уехать. Автомобиль задним ходом стал сдаваться. То есть сначала один водитель управлял в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенный права управления. а затем пересел за руль водитель без прав. Также в состоянии алкогольного опьянения. А если бы сбили, кого-то спрашивают горе-водители, инспекторы ГИБДД. Да что вы, отвечают нарушители. Мы вообще ехали спокойно, никого не трогали. У вас пахнет-то невкусно. А мы все пили. Все пили, а зачем вы уезжали, зачем бегали? Все равно что поймают. Кто бегал? Вы убегали. Мы убегали, мы ехали. Втроем ехали, да? Тут признались, что пили, а потом вдруг на попятную пошли. Мы не пили. Не пили ничего, а пахнет что такое? Вот это у нас жвачка такая. Нет, не жвачка. Это просто, наверное, у вас пахнет. Вот второй водитель тоже оправдывается. Я, мол, не пил. Это они, друзья, выпивали. Я не пил, вообще ничего. Вообще ничего не пили? Не спрашивайте. То есть вы трезвые, они все пьяные. Ну, они выпившие, я не спорю. Впрочем, прибор, при помощи которого водитель согласился пройти освидетельствование, подтвердил. Этот автолюбитель пил. Ну, в пять раз больше нормы. Другой водитель в прибор дышать отказался, в наркологию ехать тоже не пожелал. Да и вообще как-то неожиданно заявил. Я не сидел в этой машине. Потом достал телефон, начал снимать инспекторов, попутно утверждая, что никуда не ехал. Затем звонил адвокату. Ну, а потом все же сел в патрульную машину. Компанию увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Рейдовые мероприятия продолжали все выходные. Инспекторы задержали более 30 нетрезвых водителей. Продолжение следует...